Ре! Весь Этерс Ирте! Вместо справки счёта, как было раньше, сейчас оформляются два документа. Первый — это акт о приёме в торговлю автомобилей, везённых из-за рубежа. Что им надо указать в регистре? Заплаченную сумму за право собственности, сколько он заплатил за машину в Германии, ну, например, 2000 евро. Указать личность сотрудника, который осмотрел машину для принятия в торговлю. Ну и то, что им не нравится, это показания одометра. Раньше торговцы могли манипулировать показаниями пробега. Сейчас эта возможность ограничена. Компьютерная система ЦСДД генерирует автоторговцу соответствующий документ. Во вторую очередь оформляется удостоверение о собственности, в котором указывается цена, а также информация о наличии в автомобиле подушек безопасности, усилителя руля, системы торможения АБС и системы курсовой устойчивости. Торговец, если он отмечает в регистре, что проверил эти системы, он несет ответственность за их работоспособность. После этого он должен распечатать стандартный документ с ценой и положить его под стекло автомобиля. Этот порядок необходимо соблюдать всем коммерсантам, которые занимаются торговлей транспортом. Листок с ценниками необходим для того, чтобы потребитель мог получить всю исчерпывающую информацию об автомобиле, и чтобы она не скрывалась от покупателя. Автоторговцы недовольны. Они считают, что потеряли конкурентное преимущество. Из-за изменений в правилах Кабинета министров многие ушли с официальных торговых площадок и перевели свой бизнес в интернет, продавая машины в частном порядке. Люди, которые везут из ближнего зарубежья эти автомобили сюда, они ни за что не отвечают. Они не выписывают никаких документов и не несут никакой ответственности. То есть вы, покупая машину с рук, опять покупаете кота в мешке. Кроме того, они недовольны новыми ограничениями на передвижение транспорта с временными торговыми номерами. Раньше автоторговцы могли становиться полноценными участниками дорожного движения при помощи таких вот торговых номеров. На машине можно было ездить месяц или даже два. Сейчас им эту возможность ограничили. С торговыми номерами можно передвигаться до двух суток при наличии путевого листа и при условии, что машина прошла сверху номеров. Раньше торговцы могли игнорировать временное ограничение, сейчас нет. Впрочем, есть вещи, которые их устраивают. Например, сейчас можно переоформить машину в системе ЦСДД и в выходные дни. Данил Смирнов, Кришини Слейтис, Латвийское телевидение.